А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 3 августа день Иезекииля. Назван в честь святого пророка Иезекииля. Ему явилось дивное видение на 30-м году его жизни. Он видел отвершиеся небеса, шло великое и пресветлое облако. Посреди его двигалось пламя. Из облака явилось подобие четырех животных, с виду похожих на чистую, раскаленную в огне медь. Каждое животное имело по четыре лица. Лицо человека, льва, тельца и орла. У них было по четыре крыла. А в церкви в этот день почитают память пресвятого Ануфрия Печорского. Он жил в 12 веке и был известен как монах Киева Печорской лавры, обитавших в ближних пещерах. А Ануфрий соблюдал мочеливый затвор. По этой причине крестьяне сегодня старались говорить как можно меньше. Всю работу выполняли молча. Крестьяне сегодня сеяли озимые, собирали урожай яблок и иных фруктов в садах. Сегодня проверяли амбары, которые отведены под хранение зерновых культур. Надо было проверить, чтобы зерно не испортилось. Приметы. Большие кучи на муравейниках в холодной зиме. Сильные росы сегодня к плохому урожаю льна. Все ждут, когда арбузик созреет и с удовольствием начинают его есть. Рекомендую начинать есть арбузы в основном в конце августа и начале сентября. Почему? Потому что они тогда созревают, самые вкусные и никоим образом не захимичные. Любят все и взрослые и дети, чтобы покраснее, послаже и побольше. Когда арбуз разрезается пополам, получается такой сахарный срез. Арбуз, который говорит о том, что арбуз действительно очень сладкий, очень сочный. Мякоть кроваво-красного такого цвета, как мясо с такими вот сахарными прожилочками маленькими. Если прожилочки будут больше, грубые, а еще и желтые, это говорит о том, что арбуз захимичен. Такой арбуз желательно не есть. В арбузе очень много воды, практически процентов 90. Есть минеральные соли, с помощью которых, самое интересное, можно лечиться от малокровия. Поэтому, как только настает арбузный сезон, покупайте арбузы, проверенные только арбузы, и кушайте их. Кровь пополнится самыми лучшими микроэлементами, и ваши эритроциты будут здоровые. Дополнительно очищаются почки, а это немаловажно. Есть даже специальные программы. Арбуз едят с хлебом, только один арбуз, примерно килограмма полтора, а то два за один раз. И так в течение дня раза два-три. Некоторые даже рекомендуют есть арбуз, представляете, на ночь, для того, чтобы лучше выходили камушки. И они действительно выходят. Вода структурированная их раздробляет. Здесь же содержатся и пигменты, которые все это дробят. Плюс здесь имеется заряд, который все частицы расталкивает. И камушки начинают выходить, дробятся и выходят. Остается корочка. Плотненько. И вроде бы невкусно. Если ее погрызть, она сначала как трава, а потом даже горькая. Оказывается. Вот так ее можно обрезать. Видите, вот так вот. Обрезаем. Разрезаем на мелкие такие кубики. Обрезаем, видите, еще больше. Здесь у нас с вами остаются именно вот в этом срезе микроэлементы. Эти микроэлементы, когда их высушим, они будут действовать как хорошее мочегонное средство. Поэтому высушивайте корочки и делайте с них естественное мочегонное средство. Далее. Вот мы с вами обрезали корочку, не надо выбрасывать. С нее можно делать цукаты. Будут вкусные, полезные, приятные. Кстати, не выбрасывайте и косточки арбуза. Их также можно использовать. О том, как их использовать для оздоровления. Кстати, вы знаете, как лучше всего есть арбуз? Арбуз лучше всего есть как самостоятельный прием пищи. Не после еды, как обычно его едят, а до еды. Ну, 2-3 таких скипки, можно больше. Съели в начале еды, утолили жажду, чуточек отдохнули, буквально минут 5, не более, и приступайте к своей обычной еде. Вот это будет более правильным приемом пищи. Если его делать как отдельный прием пищи, то можно его есть с хлебом. И многие едят, и очень довольны этим. Я, правда, предпочитаю его есть арбуз с арбузом. Без всяких дополнений. Он сам по себе гораздо более вкуснее, чем вот сочетание хлеба с арбузом. Очень вкусно. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!